Всем привет, друзья! Продолжаем тренироваться дома, продолжаем отжиматься. Сегодня поговорим о широкой постановке рук при отжиманиях и что они дают, как выполнять. Широкие отжимания выполняются, как и все другие отжимания. То есть это правильная постановка своего корпуса. Это, как я уже говорил, животное, при движении поясницы, ног. Самая отличительная черта – это постановка рук, которая будет отличать широкие отжимания от узких или средних. Широкие отжимания выполняются. Также только ставим руки шире плеч. Изначально это можно бы такую постановку выполнять. Если вам удобно, не болят плечи, то можно выполнять максимально широко в дальнейшем для того, чтобы разнообразить свою тренировку. Широкая постановка рук дает максимальную нагрузку на мышцы груди и позволяет ее растягивать и отлично тренировать. Сами отжимания выполняются так же, как и все, только руки отличаются. Разводим немного локти и в верхней позиции фиксируем себя. Также необходимо, если вы тренируете грудь, не тренируете спортивные отжимания для количества повторений, а хотите натренировать грудь, то необходимо выполнять их правильно, грудью касаться. Понятно, что вы их сделаете меньше, чем просто читинговать наполовину, либо там некачественно здесь, качество превыше всего. Вы, если тренируете, хотите прокачать грудь, то здесь необходимо выполнять качественные отжимания. Если вы просто хотите отжаться 50-100 раз, то этим можно пожертвовать, и там будет другая тренировка. А здесь мы отжимаемся правильно, не забываем дышать. Второй момент – это еще шире постановка рук. Здесь все то же самое. Еще такой момент – это постановка вашей руки. Вы тоже можете пробовать разворачивать различные углы, начиная с такой постановки, и пытаться разворачивать такой хват, такой, и ищите, чтобы ваши грудные мышцы откликались. И у каждого индивидуально, в зависимости от анатомии плеч, плечевого пояса, угол может быть разный, и для одного подходят такие упражнения, другому необходимо развернуть немного руки, чуть-чуть корпус вперед подать, и уже нагрузка пошла на грудь. Еще такой момент, когда вы отжимаетесь и хотите результата от этих отжиманий, здесь необходимо, как я уже говорил, отжиматься на качество и нагрузку не скидывать с рук. Что это говорит? То есть, когда вы отжимаетесь, сейчас я вам примерно объясню, нагрузка должна быть как в верхней точке статической, так и в нижней. Если вы вышли вверх, то есть, вы должны напрячь либо руки, либо грудь. Есть это для того, чтобы напрячь свои мышцы. Другой момент, когда вы отжимаете спортивное отжимание, там есть такой нюанс, постановка рук в суставы. То есть, вы скинули нагрузку и стоите, так сказать, на костях, на плечевом, на суставах. А чтобы держать нагрузку, необходимо чувствовать нижнюю фазу и верхнюю. Тогда будет все расти. Вот так не надо становиться, так становится, когда на большое количество раз отжимаются, так сказать, для восстановления, чтобы вы уже понимали. И делаем отжимания, делаем подходы свои. И не забываем держать живот, напрягаться. Главная, отличительная черта широкой постановки рук, что здесь максимально задействованы грудные мышцы. Мышцы груди. И при правильной, как я уже говорил, работе, фиксации снизу и на верхней, когда вы не скидываете нагрузку в суставы, в плечи, вот так не упираетесь, а держите нагрузку, то есть тогда вся работа идет правильно на то, чтобы вы росли, чтобы ваши мышцы приобретали какой-то рельеф. Я уже в дальнейшем, может, расскажу. То есть это совсем разная работа отжиматься 500 раз и отжиматься на качество, чтобы росла мускулатура или росла сила. Это разные плоскости, разные тренировки. И если вы отжимаетесь 500 раз, это не показатель, что у вас будет объем руки, там 42-45. Про постановку рук тоже сказал, вроде бы все понятно. Ищите свои углы, этот угол будет индивидуально для каждого, как я уже сказал, ищите, пробуйте и вы найдете. Второй момент, так, захвачу, наверное, это растягивание груди. Минусом таких отжиманий является то, что вы ограничены вот этой плоскостью горизонтальной и ниже этого пола вы уже не уйдете. То есть растягиваете грудь. Иногда в тренировку свою включаете отжимания с табуретом на полную амплитуду, чтобы туда же провалиться. Отжимания с брусьями можно комбинировать. Очень отлично. Не пропускайте вот эту комбинацию, потому что грудь тоже необходимо растягивать, чтобы она была красивая, объемная. Все, что хотелось сказать. Подписывайтесь на канал, будем дальше отжиматься. Отжимайтесь сами. Всем пока. Пока.